Кафе для посетителей и образовательные комплексы, а также центр занятости. Всего здесь планируют разместить 1200 заключенных. И новые корпуса, и камеры будут выглядеть так, как корпус для зависимых заключенных Волойна. Планирую в каждом регионе по одной, по большой тюрьме. Там, где расположены и суды, там, где расположены и полицейские участки, где сейчас находятся в краткосрочном задержании люди. То есть мы сможем оптимизировать и конвоирование по всей Латвии. То есть организую это в конкретном регионе. Также будет решен вопрос с постоянными исками. Заключенные нередко жалуются в европейские инстанции на условия содержания. Благодаря новому тюремному корпусу появятся и новые рабочие места. Всего более 400. Однако число охраны удастся уменьшить за счет планировки и новых технологий. Например, инфракрасных камер, которые улавливают движение людей даже при плохой видимости. Стены также будут встроены в специальные сетки для блокировки радиосигналов. А значит и звонки по телефону станут невозможны. К тому же всех заключенных разделят на группы по 46 человек. Эти 46 человек никогда не будут пересекаться с остальными заключенными 1200, которые остальные находятся в тюрьме. Это было пожелание заказчика и это был достаточно сложный вопрос с точки зрения логистики. Как развести потоки так, чтобы они, идя курить, перемещаясь в какие-то другие помещения, они бы не пересекались. Стоимость проекта более 74 миллионов евро. Само строительство планируют начать уже летом или осенью следующего года, а открыть тюрьму — в 2019-м. Однако по плану максимальный срок строительства — три года. «Мы уже думали и о процессе строительства, ведь вся инфраструктура тюрьмы — это гостайна. Поэтому за организацию строительства будет отвечать Тесу Намс Адентура, которая уже в конце этого года объявит конкурс на строительство». Реновировать старые тюрьмы нет смысла, говорят в управлении мест заключения. Часть из них были построены в позапрошлом веке, а те, что поновее, имеют общие камеры, а это мешает работе с заключёнными. Поэтому старые тюрьмы постепенно опустеют. Эта участь уже постигла тюрьму в Шкиротове. В ноябре её передали Министерству финансов, а само здание пустует уже два года. Похожая участь ждёт и другие места заключения, ведь спланируется строительство ещё четырёх новых тюрем в регионах.